Продолжается визит американской делегации в Крым. Гости из США посетили Симферополь, где встретились с главой администрации города и представителями национальных общин. Американцы намерены увидеть жизнь республики собственными глазами и составить свое независимое мнение о положении дел на полуострове. Подробнее о приеме гостей в крымской столице расскажет Эдуард Здоров. В самом начале встречи гости из США зачитали приветственное письмо от мэра города Сейлем в штате Орегон, который когда-то был побратимом Симферополя. В письме сказано, что жители Сейлема надеются на плодотворное сотрудничество и культурные контакты между нашими городами и странами. Договор о сотрудничестве между Симферополем и городом Сейлемом, подписанным в 80-х годах, был подписан не мной, но я знаю многих людей, которые участвовали в подписании этого договора и по их слову этот договор просто изжил сам себя. Но я надеюсь, что на сегодняшней встрече мы сможем сделать все возможное, чтобы возобновить его действия. В Симферополе такую инициативу поддерживают и даже готовы отправиться в Штаты, чтобы заключить соглашение на юридическом уровне. Это очень важно именно сейчас, когда, вроде бы, как говорят, что мы изолированы. Хотя это все условности, я понимаю, что они временные. А вот развиваться нам, нашим поколениям, вообще, в принципе, сосуществование Америки и России, это, наверное, глобальная цель мирного существования, которую должны преследовать все люди на Земле. Американцы также отметили, прибыв на полуостров, были очень удивлены. Крым – неоккупированная территория, как заявляют в Госдепе, и трубят во всех американских СМИ. Конечно, разница большая, как во всем мире всегда будет существовать эта разница. И нашей обязанностью будет рассказать правду о том, что здесь происходит. Напомним, делегация прибыла в Крым 20 июня. В дальнейших планах гостей – посещение Севастополя, Ялты, Краснодара и Санкт-Петербурга. Эдуард Здоров, Андрей Трещук. Время новостей.